Всем привет! Вы на канале Назар Вещает и иногда видео будут выходить без участия Назара, например, как сегодня. В этом видео я хотел бы поговорить об одном человеке, который делает не очень хорошие вещи. Этого человека зовут Илья Кочкин, он звукорежиссер. Мне нужно было найти человека, который занимается сведением и мастерингом треков, так как я записал альбом и мне нужно было его выпускать. Илью мне порекомендовал один мой знакомый. 18 июля мы впервые с ним списались, я узнал цену и меня все устроило. Деньги я перевел ему 21 июля, он ждал треки, но я не мог их скинуть, так как я ждал припевы от одной девушки и в итоге она их мне не записала. 28 июля он предложил мне свои припевы и я согласился. В конце августа, где-то в 20-х числах, я скинул ему проект и он приступил к сведению. К первому сентябрю он записал 4 из 6 треков, записал 4 припева и после стал долго отвечать на мои сообщения. Дальше он стал еще сильнее морозиться и придумывать разные отмазки. 2 октября я списался с человеком, который не очень хорошо отозвался о Илье и скинул непосредственно переписку Ильи и заказчика. В этой переписке Илья также очень долго морозился, игнорировал человека и в итоге только через полгода скинул ему его деньги. 13 октября Илья мне написал, что у него нет времени, он не сможет свести треки, что он вернет деньги к концу октября и, как видите, до сих пор он их не вернул. Дальше пошел сплошной игнор, он даже не читал мои сообщения. В итоге я списался с людьми, у которых возникла подобная ситуация. Первый человек это Яна Ким, давайте я позвоню ей, вы сами все услышите. Алло, привет Яна, дай свой комментарий по поводу Ильи Коачкина, пожалуйста. Ну, собственно, что это? Достаточно банальная история на самом деле, потому что мне нужно было срочно свести демочку, и там буквально куплетик на 40 секунд, и я начала искать звукорежиссера. Вышел Илья, то есть он сказал, что работал по предоплате, и я такая, ну без проблем, потому что я с этим человеком, в принципе, уже до этого работал, и меня все устраивало. Он получил денежку, получил проект, я ему назвала сроки, которые мне нужны, он сказал, что без проблем справиться, и то, что утром все будет готово. Наступает утро, с веденки нет, я спрашиваю, а где? Он говорит, я решил не напрягаться, потому что ты мне дала сутки, я такая, ну хорошо, вечер, трека снова нет. Илья говорит, что он не подрассчитал время, такой, сорян, спрашивает, почему именно сутки, я ему объясняю, то, что это как бы его волновать не должно, он деньги получил, согласился на сроки, и он должен мне уже все вернуть, как бы, готовый проект. Он на это обиделся, и, в общем, он его свел, наверное, за час. Получилось откровенное говно, то есть мне не понравилось, и с веденка не устроила моего менеджера. Поэтому они начали с Ильей между собой там все переговаривать. В итоге от Ильи мы слышим такое предложение, «А давайте работать на контрактной основе». Я думаю, у Яны есть такие перспективы, просто ее нужно направить в правильное русло. Костя говорит, что ты переговоришь это со мной, и они эту тему замяли. В итоге они решили, что именно нужно исправить и как. Илья согласился. Следующий день просто от Ильи по нулям, там, проходит неделя, я уже просто психую и беру ситуацию в свои руки. Я начинаю собирать людей для коллективной подачи заявления в полицию по факту неоднократного мошенничества в интернете. То есть я собрала тут человек пять, наверное. Я не знаю, что именно повлияло, но либо ему или кто-то слил, то, что я решила это сделать, либо повлияла долбежка Кости, потому что каждый раз, когда Костя писал ему в личку слово «контракт», то есть в предложении это мелькало, он почему-то практически сразу отвечал. И отвечал, что да, сегодня скину, но как бы по нулям это понятно. В итоге, когда в этот же день, когда я собрала людей, Илья мне пишет то, что он сейчас сводит. То есть он мне скидывает версию, она получилась намного хуже первой, а у меня уже сроки горят, и отдавать другому звукорежиссеру на сведение мне уже не вариант. И я начинаю отвечать дурочку и говорю, что да, да, все очень классно, но давай ты исправишь вот это, вот это, вот это, и все. И иди разговаривай с Костей по поводу контракта. Может быть, слово «контракт» его зацепило, но он начал сидеть, и он начал исправлять это все. В принципе, как бы то, что он сделал, это вот на троечку, и, ну, грубо говоря, пришлось лицемерить, чтобы этот человек хоть что-то сделал. Потому что если бы сказал то, что «откровенное говно», он бы, ну, не стал сводить дальше. То есть он мне скинул, и, как бы, эту ситуацию замяли. Но, как бы, до этого есть организатор баттлов, его зовут «Парадайз». И он, как бы, меня предупреждал, что у Ильи 80% клиентов – это все, то есть он их кидает в последнее время. Не знаю, что в нем поменялось, но звукарин классный, и я не понимаю, что могло произойти в его жизни, что он стал так поступать. То есть мы с ним работали, и все было прекрасно. И тут в один определенный момент он начинает вот так поступать. Я не понимаю этого. Вот. Спасибо за такой развернутый комментарий. Да не за что. Все, давай, пока. Давай. Вы сами все слышали. Делайте выводы. Теперь я покажу других людей, которых кинул Илья. Некоторые предпочли остаться анонимными. Меня зовут Данил Ильин. И сейчас я хотел бы рассказать о таком человеке, как Илья Кочкин. Не так давно я купил у него индивидуальный курс по обучению и сведению за 7000 рублей. Значит, после оплаты этот человек стал стремительно избегать меня, игнорировать в личных сообщениях, не выходить на связь никакими способами. Значит, началось все с того, что вот я спрашивал у него про обучение, то есть он мне ответил, то есть отдам тебе за 7000, хорошо. Все, он мне скинул номер. Киви кошелька я оплатил. Все, говорю, чекай. Он прочекал, есть. То есть все, деньги он принял. Вот он подтверждает, деньги есть. Все хорошо. В видео уроке, то есть будет скидывать практику, там туда-сюда. Иными словами, ну, начал меня запутывать. Да, я уже был готов ко всему, поэтому я уже говорю, давай, давай, делай, хоть что-нибудь уже сделай, да. То есть вот Илья, собственно, он мне говорит то, что дедлайн будет Новый год. То есть абсолютный игнор идет с 18 декабря. Все. По сей день, то есть человек этот не отвечал мне, да, в личных сообщениях, не выходил на связь. Вот квитанция Киви кошелька моей оплаты. Вот 1 ноября было оплачено 12.22 по московскому времени. Сумма 7000 рублей. Мой номер. Номер, собственно, Ильи. Вот, то есть Киви банк, все. Ну, это понял, короче, смотри, тип. Дело было так, то что я ему отправил, короче, 5 кусков и плюс еще за демку. Ну, короче, получается 7000 я ему отправил. 2000 демка, короче, и 5000 сет и сведения релиза из 6 треков. Ну, вот он мне один свел, короче, вот, потом хуякс замолчал, игнорил меня, игнорил, игнорил, игнорил. Я пожаловался, короче, до свидосу ректору и Петрову. Ну, короче, это его кореша привата. Можно относительно сказать. Вот. И благодаря вот этим трем людям они выцепили с него абсолютно все. Ну, и демку, короче, и релизы, блядь. И плюс еще его на бабки поставили. То есть, короче, вот так вот. Пока мы его за жопу не взяли, так сказать, пока там, бля, чуть ли наху уже до драки все не доходило. Вот. Он мне ничего не отдавал. Вот. А как уже я пожаловался, и вот эти вот, ну, мои, так сказать, знакомые помогли мне с этим, они все уже все выцепили и как бы все сверли мне уже. Прямо сразу же, наверное, понимаешь? Ну, это такая, короче, тема. Мне скинули его другую страницу. Я ему туда написал. И он мне ответил, что вернет деньги после 25 января, когда получит зарплату. Позже он написал, что он доделает мне альбом, так как осталось всего два трека, но я уже не мог принять это. Я заплатил новому звукорежиссеру уже с неделю-две назад, и он уже начал сводить мои треки, поэтому я никак не мог принять сведения от Ильи уже. И я сказал ему в итоге вернуть все деньги, всю сумму. Он сказал, что он сделал половину работы, поэтому не будет возвращать всю сумму и вернет только половину. Естественно, я был не согласен, так как я не собираюсь использовать его материал, его припевы и так далее. А то, что он мне свел четыре трека, это только его проблема, потому что он в итоге не выполнил свои обязанности, не уложился в срок и так далее. И теперь мне не нужны эти треки, его сведения. Пишите мне вконтакте, если хотите получить какие-то переписки, так как я делал скриншоты, и вы можете мне не поверить, я перешлю вам все, что вам нужно. Итак, это видео подошло к концу, и сейчас я обращаюсь к тебе, Илья. Верни людям деньги или доделай их проекты, только таким образом ты сможешь сохранить свое доброе имя. Вы были на канале Назар вещает, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, и максимально распространите это видео. Ведь как говорил Шаль де Голь, русские люди никогда не будут счастливы, зная, что где-то творится несправедливость. Всем спасибо, всем пока!